Здравствуйте, уважаемые трейдеры, сегодня 24 марта, вы смотрите новости на канале Инстатв в студии Анна Касаткина. Грядущее повышение процентной ставки ФРС у всех на устах, и по всей вероятности, эта тема будет обсуждаться вплоть до апрельского заседания. Правда, многие чиновники Федрезерва не слишком приветствуют какие-либо прогнозы со стороны аналитиков, так как утверждают, что это загоняет в угол представителей ФРС. Президент Федерального резервного банка Сан-Луиса Джеймс Буллард отметил, что не стоит прогнозировать дальнейшие действия монетарных властей, дабы не путать рынок. По его мнению, инвесторы должны сосредоточиться на состоянии американской экономики, а не на сроках повышения процентной ставки. В марте рынки ожидали повышения процентной ставки, несмотря на то, что консенсус-прогноз был на сохранение прежнего курса денежно-кредитной политики. В итоге ФРС оставила без изменений уровень процентной ставки, ссылаясь на то, что экономика США пока не готова к каким-либо изменениям. Теперь представители Федрезерва отмечают благоприятные экономические условия для повышения курса монетарной политики, тем самым намекая на долгожданное изменение уже на заседании в апреле. Однако не всем по нраву такие ястребинные взгляды. Выслушав заявление представителей ФРС, Народный банк Китая решил подать западным коллегам сигнал с предупреждением о том, что если процентная ставка будет повышена, Поднебесная может создать определенные риски относительно поддержки стоимости фондовых активов. К тому же нельзя не заметить скачок в паре американский доллар против китайского юаня. Сегодня пара американский доллар-китайский юань резко выросла и торгуется на отметке 6.5151. За последние два месяца Народный банк Китая провел девальвацию своей валюты. Аналитики отмечают, что на протяжении текущего года китайский юань был более-менее стабилен по отношению к доллару США, так как процентная ставка ФРС была дважды сохранена. Чего же ожидать теперь? Ситуация пока под вопросом. Очевидно, что в Центробанке Поднебесной не хотят какого-либо повышения процентной ставки Федрезерва. Пока представители ФРС не отступают от намеченного плана, а чиновники Народного банка Китая стоят на своем относительно резкого удешевления народной валюты. Это были новости на канале Инстатв. Всего вам доброго и удачной торговли. До свидания.